Доброе утро! Рождество мы проводим дома, я еще не успела накраситься, сейчас этим займусь. Сидела тут некоторое время, собирала Лего Артёшину, то, которое мы собирали 1 января, и там где-то была ошибка, и мы не смогли дособирать, и вот только сейчас у меня руки дошли, и то я это делала под каприза Арины, потому что у нее продолжают резаться зубы, и она не плачет, только если она спит, ну она в коляске, первые 15 минут после сна, и если она на руках, все остальное время это бесконечные капризы, ну в общем вот, наконец-то, человек заснул, тяжело отдыхает. А Артемий, смотрите, раскрашивает часы, которые ему вчера Дед Мороз подарил, он такая красота. Почему-то они так раскомандовались мальчиком, который стоит 100 тысяч миллионов. Представьте себе, к Рождеству мы таки собрали этот кран, такой вот. После Рождества. Нет, сегодня Рождество как раз. Наконец-то мы это сделали, и я наконец-то достала свою косметичку, господи, вместо того, что с утра пораньше, как я привыкла краситься. Арина поспала, и вот в какой-то веке, она сейчас, я ловлю момент, она сидит и просто качается. Я тоже боюсь ее перекладывать куда-нибудь еще, потому что вот тут она чего-то развеселилась. Слава Богу. А тут какая-то проблема есть. Смотри, когда едет, очень сильно соезжает, водителя не видно, ему надо вот так ехать. Наверное, надо стрелу приподнять тогда вверх, вот так как-то. Она не будет так держаться. Ну, пускай на бок тогда. Кто это? Кто это? Я сейчас накрашусь. И мы пойдем праздновать? Не будем мы сегодня праздновать, гулять просто пойдем. Я накрашусь. Ай, руку отрываешь, белье развешу, третью стирку запущу. И сделаю эксперимент. И пообедаем, потом гулять пойдем. Потом эксперимент. Потом мы вернемся, начнем готовить. Ай, а когда эксперименты? Блин, все, время кончилось мое. Проговорила я с вами, могла вот успеть хотя бы один глаз накрасить. Вечером будем делать эксперимент. Ты Арина спрашиваешь. Артюш, ну это реально больно, как ты висишь на руке? Зачем ты так делаешь? Вон сестричке что-нибудь покажет. Дай ей вот Левушку. Дай Левушку Арине. Не надо, это ее игрушка. Держи. Ну Артюш, ну Артюш, ну что ты ей кидаешься? Думаешь, она ловить умеет? Детки конфетки. Арина хищно накинулась. Я не ела, не пил, 7 дней называется. Мы вышли из дома проветриться. Артемий покопался на площадке. Арина заснула. Арина заснула. Аллилуйя! Не буду вам рассказывать про этих деток конфеток, как они меня сегодня проверяют на прочность. Расскажу лучше про свой новогодний подарок от мужа. По-моему, он меня озвучивал тут. Короче, он перед Новым Годом в какой-то из дней звонит мне и говорит. Ты знаешь, я тебе не оставил выбора. Мы разобрали старую кухню. Я такая, опа. Он такой, выбирай новую. В общем, скорее всего, закажем ту кухню в Леруа, которую считали. Только я хочу там скорректировать некоторые моменты. Я уже в Инстаграме спрашивала, где лучше заказать модульную кухню. Я не хочу там какую-то встраиваемую под заказ. Там это у меня как-то... Нет, наверное, где-то делают быстро, но у меня остались такие, скажем, воспоминания, негативный опыт моей мамы. Она заказывала бюджетную кухню в одной достаточно известной фирме. Ей ее задержали месяца на два, а потом еще не те фасады привезли. Короче, это все растянулось. Хорошо. Почти на четыре месяца я хочу взять и переехать. Поэтому я хочу модульную кухню, потому что нам... Ну, как бы это решилось вот так вот сейчас. И в следующем месяце мы уже переезжаем. Поэтому я не хочу париться. И тем более мне понравилось модульное... Ну, вот то, что было представлено в Леруа, мне очень даже понравилось по дизайну. Вот. И, короче, у меня будет новая кухня. Я очень довольна. Пока я пропускала автомобиль и с вами разговаривала, Артемий обломал ветку с дерева. Так вот, кухня. В общем, добавляем еще статью расходов. Что-то я не уверена, что шкафы теперь впишутся в бюджет до переезда. Наверное, уже будем после делать. Сейчас уже так это... Начинаем уже считать, что, как. Но у нас почти все уже оплачено, наверное. Вот эти полы начали делать. А, ну еще линолеум такой. А, почти все оплачено. На потолке еще. За линолеум. Двери. Все. Так, сантехнику мы все купили. А, смеситель в кухне понадобится. Ну, короче, кухня, да, целиком. Ну, пофиг, стоп-три, едем. А, я жду не дождусь уже. Потому что у нас квартира уже вся уставлена коробками. Реально, я некоторые вещи найти не могу и даже искать не хочу уже. Думаю, ладно, будем собирать вещи для переезда, найду. Потому что точно знаю, что есть такой предмет. А где он, я уже не в курсе. Арина, ты чего? Ей дала кубики мягкие. Ну, точнее, один пока. Вот она его жует. Ей больше нравятся не грызунки жесткие, а вот что-то такое мягкое мусолить. Девчонка. Поспала как следует после прогулки. Пока она спала, я успела начать готовить еду. Это мне омлет. Тут куриные сердечки с овощами тушатся. Картошку я начистила в три приема. Арина проснулась, пока я это делала. И сейчас еще котлеты буду делать. Для Артемия просто куриный фарш. Чуть-чуть солю и обваливаю в сухарях. Они любят, когда я туда что-то еще добавляю. Ну, еще перец добавляю. Вот и все. И яйца попросила на ужин сварила. Что мы еще делали? Я забыла, что стирку на поле. Постирала. Да. Вот, короче, какие-то какие домашние дела, забота. Еще полежала на валике. Хотела сегодня курс по диастазу начать. Ну, упражнение. На марафон я записалась. Что-то у меня доступа нету. Наверное, завтра откроют. Завтра уже начну. Сделаю замеры. Посмотрим, какого размера там диастаз. Сейчас какая у меня талия, чего как. Вот, все это измерю. И буду каждый день стараться заниматься. Ну, прям, очень сильно буду стараться. И надо продолжить занятия со спиной. Потому что у меня шея здесь вот. Вот, просто. Потому что я все время кормлю, вот на боку лежу. Неудобно, короче. В телефоне сижу. Ну, что за мадам? Мадам. А, мадам? На животе я уже полежала. А, мадам? Я полежала. Я полежала. Покрутилась, повертелась. Устала лежать на животе. На ручках посидела. Теперь в шезлонке лежит. Как-то криво она лежит. Надо ее поправить. Мне так нравится этот бодик с лягушками. Когда Артемий его носил, тоже мне очень сильно он нравился. Но она уже практически выросла из него. Скоро буду убирать вещи. И менять уже на следующий размер. А вот тут, кстати, мы сегодня вскрыли подарок от Йокосан. Нам прислали. А я тебя уже звала, а ты не услышал. Можно идти кушать. Вот, в общем, всякого разного они мне тут присылали. И, кстати, тоже прислали кислородные пятновыводители. Вот это то, что сейчас популярно очень многих производителей. И то, что я рекламировала. Реально классная вещь. Но этот я вскрывать уже не буду. Я на новую квартиру уже прям привезем. Ну вот, тут практически все, наверное, поедет туда, на новую квартиру. Потому что у меня сейчас есть вскрытые средства. И я не успею тут за месяц много использовать. Проходи, Света. Ну, проходи. Только надо обратно нормально запаковать. Потому что это Артемий так красивенько сложил по моей просьбе. Так, дальше, следующее слово ниже. Молодец. Дальше. Следующее. Хоро. Хоро. Нет, вот здесь. Хоро. Подожди, вот это. Так здесь же мы. После шум. Следующее слово. Вот это второе. Сама. Сама сделала. Нет, а в конце. Сам. Сам. Угу. Следующее. Спасибо.